Всех приветствую. В этом видео будет разбор на титульный бой в легчайшем миссии между Шоном Омелли и Алджемейном Стерлингом, которые должны возглавить турнир 20 августа. Я приступаю к разбору. Начну с Шона Омелли. Ему 28 лет, рост 180 сантиметров, а размах рук составляет 183 сантиметра. Его рекорд состоит из 16 побед и 1 поражения. Шон начал свою карьеру в любителях в 2013. Там он набил рекорд 12-2, а затем в 2015 он перебрался в профессионалы. После чего он попадает на шоу Дана Уайтс Контендер Серияс, после которого в 2018 он дебютирует в UFC. А в своем последнем бою он в близком поединке одержал победу решением судей над Петром Яном. И сейчас Омелли получает соперники Алджемейна Стерлинга и становится претендентом на бой за пояс. Теперь я расскажу про его технику. Шон является выраженным ударником, который отлично бьется в стойке, а имеет он базу бокса. У него есть нокаутирующий удар, отменный тайминг и он хорошо передвигается по октагону. Он часто пробивает удары ногами по этажам, а еще у него есть мощный джеб. А его плюсами являются его высокая точность попаданий и то, что он нога пробивает. А удар он держит довольно хорошо. Но Шон не особо старается бороться, но в последнем бою против Петра он попытался сделать проход. Но это у него не вышло, поэтому до сих пор не ясно, какие у него борцовские науки. Да и к тому же ему надо подтягивать борьбу, чтобы не возникало проблем с борцами. И крэплинг он особо не применяет в боях. Но несмотря на это, у него есть коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. И он однажды выступал на турнирах по грэплингу и побеждал там сабмишином. А в любительском МЛА он пару раз побеждал сабмишинами. И стоит вспомнить, что в последнем бою против Петра он несколько раз старался выйти на прием. Но как мы знаем, это у него не получилось. А что насчет его выносливости, то я скажу, что она у него нормальная, на три раунда хватает. Перехожу к его сопернику. Алджамейну Стерлингу, 34 года. Рост 170 сантиметров, а его размах рук 180 сантиметров. Рекорд Стерлинга состоит из 23 побед и 3 поражений. Свою карьеру в любителях он стартанул в 2009. Там он одержал 6 побед и потерпел одно поражение. Далее в 2011 перешел в профессионалы. А уже в 2014 он получил контракт с UFC. Алджамейн является чемпионом промоушена. А в последнем бою он довольно таки в равном противостоянии держал победу решением судей над Генри Сихуда. Теперь он получает бой против Шона Омелли. И в очередной раз должен защитить свой титул. А теперь я поговорю про его науки. Базовым стилем Стерлинга является борьба, которая является одной из его сильных сторон. Он хорошо действует в клинче, а также он часто идет бороться. Если у него получается оформить тейкдаун, то он отлично забирает спину и занимает позицию рюкзака. Да вот только он плохо умеет защищать царь переводов. Но несмотря на это, Алджамейн обладает черным поясом по бразильскому джиу-джитсу. И благодаря нему он смог добыть за свою карьеру несколько побед приемами. А еще он совершенствовался в стойке, но его ударная техника не такая уже хорошая. А также ему не хватает мощи в ударах. А предпочитает он держаться на дистанции и пробивать оттуда удары. А его плюсами в стойке могу выявить то, что он выбрасывает много киков по этажам. Стерлинг средний держит удар, ведь его можно уронить и даже нокаутировать. А уносливость у Стерлинга хорошая, хватает на три раунда. Но в чемпионских отрезках он начинает сбавлять темп и у него возникают проблемы. В этом бою, казалось бы, нечего разбирать, ведь у Алджамейна больше шансов на победу. Если он переведет Шона, то бой на этом вероятнее всего закончится. Я соглашусь с тем, что у Шона мало шансов. Но нельзя недооценивать кого-то, ведь шансы есть всегда. Ведь на стороне Шона будет его ударная техника. Предыдущие соперники Стерлинга были ниже, чем Шон. Но несмотря на это, они показывали равные бои с Алджамейном в стойке. А Шон как раз крупнее Алджамейна, и поэтому у Шона будет преимущество в стойке. А также Шон обладает силой в ударах. А как показывала практика, Стерлинга можно потрясти и даже нокаутировать. А еще если посмотреть на форму бойцов на взвешивании, то видно, что Алджамейн слишком сухой, а это значит, что у него были проблемы при сгонке веса. А те, кто слишком пересушенный, те с большой долей вероятности проигрывают. А Шон выглядит получше, а значит у него было меньше проблем. А также Алджамейн ведет себя так, будто он нервничает. А Шон спокоен, и возникает такое ощущение, что Шон сумел залезть в голову сопернику. И из-за этого у него может быть ментальное преимущество в бою. Последний Шон молод, а Стерлинг уже возрастной для легчайшего веса. И обычно в этом возрасте пик близится к концу, но это бывает не у всех. Я понимаю, что у Алджамейна больше ключей к победе. Если он переведет Шона и заберет спину, то у Шона возникнут огромные проблемы. А также у него оппозиция была намного лучше, чем у Шона. Но я все же хочу рискнуть и выбрать победу Шона у Мелли. Ведь в последнее время часто происходят апсеты, и тут тоже может произойти, но это не точно. А на этом видео подходит к концу. Оставляйте ваше мнение на этот бой в комментариях. А я с вами прощаюсь, всем удачи и до новых видео.